Обществом родственников и больных с инсультом, отсюда и Орби, очень часто задают вопрос, но, в общем, Орби отсюда родилось, мы решили не менять, потому что мы по названию отличаемся очень часто от других фондов. Но мы стали расти, и помощь родственникам не ограничивается, помогать больным после инсульта, а потом, понятно, поняли, что главное, что инсульт можно предотвратить, да, и лучше, эффективнее заниматься именно этим вопросом. И переименовались в фонд по борьбе с инсультом недавно, и много занимаемся информационными компаниями, в Москве, может, многие видели нашу инфографику, которая хорошо сработала, и даже по статистике Департамента здравоохранения, которая не то что хорошо отчитывается, как они с нами провели информационную компанию, и количество людей, приехавших в первые три часа, увеличилось в Москве. Это все равно цифра всего 24%, это очень маленькая цифра, но она чуть подросла. Так, 90% людей в России приезжает на вторые сутки, когда уже вообще поздно. Построены сосудистые центры, все сделано, в принципе, первый этап, но люди туда не едут. Так вот, мы видим свои задачи, сделать так, чтобы большинство людей в России знали симптомы, вызывали скорую помощь, и вообще занимались собою. У нас разные программы, мы программный фонд, у нас есть адресная помощь, она очень маленькая, мы вообще не акцентируем на ней внимание, и скажу честно, открыли мы адресную помощь по просьбе жертвователей, потому что многие не понимали, почему. Ну, вот это хорошо, чтобы спасете тех, кто еще не заболел, это, конечно, прекрасно, но вот где-то человек, которому я могу лично помочь. Эта адресная помощь у нас не очень большая, 950 тысяч человек в год получает такой диагноз, как инсульт, одна реабилитация стоит 300 тысяч, ну, в общем, ни один конс, но справиться с такой задачей реабилитировать всех. Ну, мы берем исключительный случай, у нас есть школа здоровья, мы обучаем людей уходу, мы занимаемся, как я сказала, профилактикой диагностики инсульта, помогаем профильным организациям, помогаем закупкой оборудования, но сейчас мы больше концентрируемся на обучении врачей, потому что у них огромное потребность знания, все повышения квалификации за деньги, поэтому мы начали заниматься помощью, ну, обучение врачей. Мы придумали программу дети на защите взрослых, через детей идем к взрослым, мы преподаем в школу симптомы инсульта, чтобы они не следовали информацию домой, очень часто дети начинают вызывать скорую помощь, когда видят, что это инсульт, они не так боятся этого, как мы взрослые, как я сказала, адресная помощь, и в принципе, из всех этих программ наших в итоге родилась горячая линия. Когда мы поняли, что мы захлебываемся уже в количестве звонков, что у меня горят люди, которые сидят на телефоне в фонде, потому что это не профессиональные психологи, люди после инсульта, их родственники находятся в очень тяжелом моральном состоянии. Они отдали скорой одного человека, а домой вернулся из тихого человека, агрессивный зачастую, полностью поменявший свои привычки, не хотящий лечиться, и все в панике, и это еще мешает людям останавливаться. И из этого всего, из работы фонда, мы поняли, что нам нужны профессионалы, которые бы сидели на линии и снимали первую реакцию людей, чтобы они могли позвонить, и с ними поговорил психолог. Очень часто, даже дальше, у них нет больше никакого запроса. Ну, бывает еще, конечно, дальше. Вот 29 октября 2016 года мы запустили линию, сделали ее в партнерстве с фондом Ясное Утро и с Ольгой, потому что, изучив тему, мы поняли, что мы сами не справимся. Нужно техническую часть знать, нужно нанять психологов, нужно проводить их супервизию, нужно их как-то отбирать. Это, ну, это не задача фонда Орби, да, это не наша работа, и мы с ней никак бы не справились. Поэтому мы выбрали другой пункт, из-за долгих переговоров над Ольгой, да, какие вопросы, как всегда, это материальные вопросы, потому что, скажу честно, линия, это очень дорогой проект, если делать ее большой, да. 9 и 20 лет, это в Москве? Да, в Москве. Да, в Москве. Вот, мы работали с 10 до 6, с 9 до 6, и сейчас мы их расширили, потому что мы поняли, что много позвонков именно в этот период, и они пропускаются. Значит, 7 дней в неделю, сейчас у нас есть переключения на медицинского специалиста, их будет 2, сейчас пока один на юриста, потому что очень большое количество вопросов, это, конечно, оформление валидности, какие ИП, РТСР, как это все получить. И это, в принципе, чаще всего одинаковые, однотипные вопросы, которые люди задают. Поэтому удобно, чтобы на горячей линии, да, есть скрипты, которые написаны, и можно, там, оператору отвечать, а сотруднику фонда заниматься другими вопросами. Хотя есть вопросы, которые переключаются на фонд, это какая-то регуляционная помощь, еще какие-то вопросы. Если у нас вдруг юрист не работает, у нас координатор адресной помощи подключается, то все равно она все эти вопросы тоже знает, в плане инвалидности и всего. Вопросы, на которые оппоненты могут получить ответы. На самом деле, когда мы запускали эту линию, у нас была задача помочь именно родственникам и больным с инсультами. Но в итоге мы удивились, что очень много звонков по поводу профилактики инсульт. Вот мы лично этого не ожидали, потому что нам всегда кажется, что, видите, у нас вообще не очень важно заниматься своим здоровьем. Здорово жизни, конечно, сейчас очень модно стало в Москве, но это все равно мало кого касается. Поэтому, когда мы начали смотреть статистику, опять же, вопрос про аналитику, мы удивились, что оказывается, много людей задают вопросы и по симптомам, и про здоровую жизнь, и про все-про все. Значит, можно узнать эти ответы. Вторичная профилактика, даже врачи очень мало говорят о том, что если у вас был один инсульт, будет второй, и что нужно этим заниматься. Вот, и чтобы не было, да, чтобы поставить терапию, ее нужно обязательно соблюдать, а не так, как любят наши граждане. Печень должна отдохнуть, поэтому я там сделаю перерыв в таблетках, которые стабилизируют давление, здравствуй, второй инсульт. Уже такой, что вообще спасти, да, уже нереально человека. Или пойду к соседке чайка выпью, сладкий чай, все эти мифы. И вот мы хотим еще больше задать тему именно тоже вторичной профилактики. И больше, даже люди, у которых нет этого запроса, если человек позвонил с инсультом, чтобы оператор обязательно говорил про вторичный инсульт. Мы всегда говорим про симптом инсульта, и всегда говорим про вторичный, ну, если это у человека был инсульт. Юридическая поддержка, как я сказала, это отформить инвалидность, лечение. Также мы на реабилитацию берем, только если человек получил все, что можно государству. Мы не замещаем государство, мы стараемся помочь человеку максимально, насколько это возможно в его регионе, получить беспалкотно вход на реабилитацию. Ну, другие. Дальше психологическая поддержка, да, выгорание, мотивация на реабилитацию. Конечно, это очень сложный вопрос. Я говорю, что люди совсем после инсульта не мотивированы на реабилитацию. Апатия, депрессия, отношения больного родственника, потому что, правда, отношения очень сильно меняются. Родственники в растерянности, и они вообще не понимают, как общаться с этим новым человеком, приехавшим домой. Как его мотивировать на эту реабилитацию, если человек не начнет реабилитацию сразу же по приезду домой, и пройдет год, все, дальше, все время потеряно, и уже очень сложно что-либо сделать. Социально-медицинские консультации. На самом деле, мы переключаемся сейчас еще на нашего врача, кстати, фонды, по вопросам ухода, например. Как ухаживать за больным. У нас много. У нас есть школы, которые проходят в 23 регионах, где мы очно рассказываем. Но чаще всего это люди, у которых родственники еще лежат. У нас есть скайп, ну и есть возможность по телефону, есть такой запрос, что делать с больным домом. Или мы уже по звонку перенаправляем на наш скайп, да, что вот у нас будет скайп, ну недельный, мы сможем посмотреть вашу комнату, как все устроено, чтобы помочь вам, помочь родственникам все организовать для человека больного с инсультом. Также мы начали использовать эту линию, когда у нас проходят мероприятия. Это оказалось безумно удобно. Мы выиграли грант коса в прошлом году. Сколько я вас уговаривала начать это делать? Вот. Будут сразу вопросы? Да. А скрипты по этим всем вопросам вы писали? Да, мы задавали много вопросов, и мы писали, но мы допрашивали вот так вот, пока мы все не выдернули, что нужно. Ну, просто, во-первых, было много... Там нет криптов, там есть памятки, а ты не скрипты. Ну, а, то есть, отвечает именно на... Там есть вещи, которые обязательно нужно сказать, но там не то, что ты читаешь по бумажке и засчитываешь полностью все, что тебе нравится. Там есть памятки, где... То есть, операторы все-таки научены тоже читать? Да, да. Кожа тоже, а они здесь все впервезимы. У нас слишком большая информация, объем информации, мы не можем надеть, чтобы они все помнят. Нам нужно их напоминать, потому что слишком широкий спектр. Угу. А можно еще тогда вопросов? Вот у вас написано, что работают психологи и есть переключения на специалистов, то есть, это дополнительная специальность? А операторов сколько? У нас сейчас две линии. У нас сейчас два канала. Оператор и канал – это разные истории. То есть, не зависит от того, как телефон работает. Да, да, я понимаю, да. Ну, то есть, сидит два оператора, которые могут... Нет, они у нас по очереди работают. Их там, Женя, сколько у нас там сейчас? Ну, сейчас два года одновременно работают. А человек у нас... И они могут переключать на юристов и психологов. Да. И на юристов, и на медперсоналов. Мы много раз пытались сначала... Психолог тоже очень дорого в удовольствии. Да, да, я понимаю. И мы сначала думали, ну, хорошо, пусть будет оператор, который все время называют оператором, на самом деле у меня консультант, да? Консультант. Без определенных навыков. Клубок приходит. Клубок штрафов, не знаю, всего клубок. Это нужно разбирать, на самом деле, что происходит. Поэтому на вот этой модели всегда сначала включать психолог. Мы много раз пытались от этого уйти, и не получаем. Да, в нашем случае, потому что нет такого... Я хочу установить ребенка, дочери, да? У него есть вопрос. Наши пациенты звонят просто вот везде. В стрессе. В стрессе. У нас тоже, понимаете, мы как раз сейчас вот, ну, думаем разводить на психологов и юристов. Потому что сейчас по-дурации организовано. У нас чат может попасть на кого угодно, но мы сейчас вот подключаем улучшенный ответ. Просто у вас время юриста должно быть дороже, чем время психолога. Юрист – это более дорогой ценный ресурс. Зачем ему не целевые звонки? Мы с психологом сначала, например, формулируем, что он хочет спросить у юриста, потому что чаще всего даже не нужен ему юрист, чтобы получить на это ответ. Он говорит, садмите меня с юристом. А мы говорим, а что за вопрос? У нас как раз обратная ситуация получается, что юристы работают как психологи. Я думаю, мне тоже кажется, что люди сгорают. У нас в состоянии эффекта абонент не переходит на юриста. То есть мы не переводим. Понимаете, психологи специально учатся для того, чтобы разбираться с агрессией, с непонятностью, с всем этим разбираться. Юрист – мы не можем ожидать, что он у нас будет так же хорошо разбираться. Юрист – специалист в другой области. Поэтому мы сначала подготавливаем человека, прежде чем он начинает. У нас большой поток на консультации юристов приходит. А юрист потом говорит, что у них не юридические проблемы. Жалко, но я не юрист. Понимаете, это дорогой ресурс, чтобы его дооткрывать. У меня есть эти человек, на сути, и волонтеры, и сотрудники. И они все время учатся тем, что это не юридические проблемы. Юрист – это одна из вещей, которая структурирует то, что он как начинал. Мы разговаривали с вашим первым тогда координатором, который у вас в фонде поднимал трубки. Но это было совсем безобразно. Просто понятно было, что это не работает. У меня выгорают координаторы, на которых один координатор ушел очень хорошо. Дальше ищем все мониторные. Но это, в общем, и людей жалко. Это не их вопрос тоже. И возвращаясь дальше, мы стали использовать на акциях фонда. Мы выиграли грант КОСА. Это были диагностики для жителей Москвы на риск развития инсульта. Нам нужно было... То есть мы думали сначала, ну придут. А как придут? Надо же записать. А как записать? Ну вот, спасибо Оля за идеи. Мы начали через линию. Операторы, мы их попросили, они начали записывать. Мы им сказали текст, который там надо говорить, рассказывать про эту акцию. И интервалы записи. И они записывали. И это было безумно дорого на самом деле. Фактически вы выдавали таблицу с расписанием, да? Да, у нас была таблица с расписанием. И это очень сильно облегчило нашу жизнь. Там больше сколько там человек? Тысяча человек? Да. Тысяча человек, да. Тысяча человек, да. Тысяча человек, да. Это было только по телефону? Только по телефону. То есть никакой большой цифры? Нет, ну не было. Можно было прийти просто потом. Ну там некоторые доходили, кто не записался. Потому что люди, которые записались, могут не прийти. А поскольку это гранты, нужно определенное количество людей, то мы, конечно, еще сверх звали людей, кто там успел. Ну, основная масса. Основная масса, да. Основная масса, да. Мне просто там даже где-то сейчас. Я думаю, что там больше тысяч. Да, да. Вот. Акции фонда какие-то. После насульта вот люди звонят, да? Интересующиеся темой профилактики, диагностики, помощи центров, ну, поиски центров. Ну, тут видно статистику. Вот. Пять процентов всего людей считают, что им нужна была помощь психолога. Но я думаю, что почти все, кто звонил, эта помощь нужна была. Да? Просто это люди, которые осознанно так решили, что... Состоящая психологическая консультация, когда она уже записывала. Да. Статистика линии, конечно, пока большинство звонков у нас в Москва и область. Ну, потому что здесь пиара будет больше. И на этот год у нас стоит задача, конечно, сделать ее более российской. И распространить ее как можно дальше и больше. И сейчас уже идут переговоры с разными регионами о социальной рекламе. Вот. Это не будет просто. Но я все-таки верю, что мне это удастся. Вы же РЖД что-то обещала? Ну, да. Мы делаем РЖД. У нас проблема с РЖД и Метрополитеном, которые уже давали нам свои площади, в том, что мы делаем это с Минздравом. В Минздрав есть своя линия, которая называется так здорово. И они говорят, вот симптомы инсульта мы готовы поддерживать, вашу линию нет. Поэтому... А без их логотипа меня не размещают. Поэтому тут у нас... Да. У нас получается, что мы не можем пользоваться этим каналом пока. Но я, опять же, занимаюсь этим вопросом. Вот. Потому что, конечно, РЖД и Метрополитен сработают. Ну, нет. Нужно письмо от Минздрава в РЖД, что разместите эту социальную важную рекламу. Ну, тогда РЖД и Метрополитен. А вот в чем это различие между, например, Телефоном Минздрава и Орбит вашей линии? То, что наши линии знают больше и больше слов. А еще? По содержанию? Ну, там просто про здоровую жизнь. Как бросить курить. Вот. Как бы... Там просто куча своего игру. На самом деле она... Там все в одно. Да. Там все в одно. Да. Это скорее вопрос диспансеризации. Да. Там какие-то разные вопросы. Люди звонят и передают. Когда им даже у нас нет. Это вот проект, который в бюджет все профилактические забирает у себя. И понятно, как он работает с каждой конкретной аудиторией. Например, у нас на горизонте очень много. И по нашей теме тоже. Мы там говорим. А вот они. А у нас есть. А деньги. А были туда? Да. Ну, они наши. Хотя бы вот эти. А пишут кого листы. Все. Все такие. А были антибиотики. Потому что все они. Тоже так здорово. Да. Нет, мы готовы. Вот. Ну, это еще разные регионы. Но, к сожалению, мало пока регионов. Это наша задача. Номер один на следующий год.